ЗАБАВНАЯ НАУКА Кто выиграет гонку? О, вот Бен. Посмотри, что я делаю. Я собираюсь завести свою ферму головастиков. Я беру все, что мне нужно отсюда. Смотри, здесь немножко грязно, но здесь наверняка есть лягушачьи яйца. Вот откуда берутся головастики. Разве не здорово будет, если мы заставим головастиков расти? Все, что нужно, вода из пруда и старая корыта. Добавим еще водоросли из пруда. Они возвращают в воде кислород. Теперь наливай воду. Проверим, попадает ли туда солнечный свет. Пруду нужно в солнце, если мы хотим, чтобы в нем что-нибудь росло. Но если будет слишком жарко, они там сварятся. Теперь надо подождать, пока пруд станет домом для выводка маленьких головастиков. Марго и я стараемся держать себя в форме. Мы бегаем каждое утро. Это заставляет сердце работать как насос. Чем мы тренированнее, тем реже наш пульс. Это один из способов контролировать пульс. Но я знаю способ, который позволит нам увидеть наш пульс. Он срабатывает наверняка. Все, что нужно, это соломинка для питья и немного пластилина на запястье. Если я возьму Марго за запястье, вы наверняка сможете увидеть ее пульс. Каждый удар сердца выбрасывает кровь под давлением. Это называется пульс. Его можно почувствовать, когда вы касаетесь кончиками пальцев вашего запястья там, где проходит артерия. Странно. Похоже, у нее нет пульса. Начинаю думать, что Марго пришелец. Дайте мне попробовать. А, да. Это надо делать прямо над артерией. Теперь мы сможем видеть, сколько раз в минуту может двигаться соломинка. Это показывает нам ритм сердечных сокращений в минуту. Мой мотор, похоже, в хорошей форме. Но я все же думаю, что, возможно, Марго пришелец. Чем больше животное, тем медленнее его сердцебиение. Сердце слона делает около 25 ударов в минуту. А у маленькой мышки около 500 ударов. Есть еще одна интересная вещь. Чем медленнее сердцебиение, тем дольше жизнь. Мышь живет год или два, а сердце слона бьется около 60 лет. Все сюда. Потрясающее зрелище. Посмотрите, как я хорошо держу равновесие. Нет, меня не возьмут в цирк. Почему у Лукаса все так хорошо, а я так безнадежно? Надо осложнить ему жизнь. Ладно, Лукас. Если ты простоишь на одной ноге полчаса, я тебе отдам целый торт. На старт, внимание, марш! Слишком хорошо получается. Сделаем еще сложнее. Посмотрим, как у тебя все это получится с закрытыми глазами. Если завязать глаза, то равновесие не будет таким хорошим. Ладно, Лукас, у тебя неплохо получилось. Я думаю, ты заработал свой торт. Иди за ним. Состояние равновесия требует того, чтобы глаза и уши работали вместе. Механизм внутри уха помогает этому. А глаза проверяют, в вертикальном ли вы положении. Если глаза завязаны, работает только половина этого устройства. И вы можете упасть. Думаю, после такого надо стать клоуном. Ой, он лежит на гвоздях. Это же больно. Интересно, как он это делает? Сделаю свою собственную кровать из гвоздей. Немного дерева. Молоток и гвозди. И шар для подстраховки. Мне не хочется получить дырки в спине, делая это. Итак, кровать из гвоздей. Гвозди вбиваем в дерево. Вот острый конец. Посмотрим, можно ли это сделать, не повредив шар. Может быть, надо больше гвоздей? Нет, не вышло. Как этот парень выдерживает гвозди? Стоп, у него было очень много гвоздей. Я знаю. Должно получиться. Много острых концов. Да, я это сделал. Шарик не лопнул. Чем больше точек на поверхности, тем более равномерно распределяется на них вес. Поэтому, если острых точек много, давление на самом деле очень маленькое. Не хотелось бы мне спать на этом. Кровать из гвоздей? Нет уж, спасибо. Мне бы никогда не удалось на ней выспаться. Благодарю звезды, что тебе не надо жить в старом пруду, как головастиком Бена и Софи. Вычерпаю немного воды. Смотри, у нас в пруду головастики. Раз, два, три. Похоже, что у них все хорошо. Головастики вылупляются из яиц. Затем они медленно отращивают хвосты, чтобы можно было плавать. Это занимает около шести недель. Если погода холодная, бывает и дольше. Я думаю, малышей пора кормить. Вареный салат. Вкусно. В природе головастики едят водоросли. Но в самодельном пруду этого может быть недостаточно. Вареный шпинат или салат то, что надо. Примерно ложку в день. Если они все это не съедают, может быть, вы даете слишком много. Это поможет им вырасти. Мозг сложный компьютер, но его довольно легко запутать. Смотрите, сейчас я напишу цифры. Легко. Но если я буду другим пальцем вести по маленькому квадратику, вдруг получится, что я разучилась писать. Довольно любопытно, правда? Даже не обязательно рукой. Попробуйте нарисовать круг ногой, пока вы пишете. Приготовьтесь и пишите. Невозможно. Что происходит? Я не могу это сделать. Человеческий мозг может делать много вещей одновременно. Но когда у него два комплекта сложных конструкций, например, одновременно писать и двигать другой ногой или рукой, иногда он начинает путаться. Поэтому мой мозг может быть не так хитроумен, как кажется. Как устроить соревнование по капелькам воды? Мне понадобится поднос, несколько зубочисток, пипетка и чашка воды. Во-первых, намочите зубочистку в воде. Пипеткой перенесите каплю воды на поднос. Вода должна остаться на влажной зубочистке. Есть! Прижмите крепко. Еще немножко. Вот! Сила поверхностного натяжения. Подготовлю еще одну каплю гонщицу. Леди и джентльмены, гонка вот-вот начнется. Пусть выиграет сильнейшая. На старт, внимание, марш! Поверхностное натяжение происходит отчасти из-за того, что молекулы воды имеют положительный электрический заряд на одном конце и отрицательный на другом. Противоположные заряды притягиваются, поэтому капля воды притягивается к зубочистке. У нас есть победитель! Одна из этих капель – чистый победитель. От того, что чистая вода? Это правда смешно, Дана. Вот у головастиков Софи и Бенна все не так забавно. Они проводят всю жизнь в пруду, полном грязной воды. Посмотрим, как у них дела. Ух ты! Они намного больше. Вот-вот превратятся в лягушек. Надо сделать что-то, чтобы они выбрались из воды, когда им этого захочется. Когда головастики становятся лягушками, они теряют свои жабры. Лягушки дышат так же, как мы. Вот почему они должны держать голову над водой в пруду. Должно помочь. Ух ты! Лягушки! Огромные! Красота, правда, Бен? Не могу поверить, что ты был маленьким головастиком. Возьму еще одну. Надо их отпустить. Мне честно держать их так долго. На свободу, лягушка. Отпустим их обратно в пруд, где нашли. Вот хорошее место. Ну-ка, лягушата, пора исследовать ваш новый дом. Пока. Вряд ли мы снова увидим этих лягушек, Дана. Да, и нам тоже пора идти, потому что подошел конец нашего выпуска забавной науки. До встречи! На русский язык озвучено по заказу ВГТРК в 2008 году. Пürổi и полностью. Удачи! Удачи! Субтитры подогнал «Симон»